Мусорный конфликт в Черкасской области. Жители нескольких сел выступили против полигона отходов. Его планируют построить прямо возле их дворов, да еще и в зоне отдыха. Кто и почему дал добро на этот проект, выяснял Станислав Кухарчук. Людмила Качур проводит для нашей съемочной группы экскурсию по живописным окрестностям Павловки. Не так давно село стало частью Матусовско-объединенной территориальной громады. Эти горы и озера стали любимым местом отдыха для жителей двух сел. Свои Карпаты, можно и так сказать. Доброе, что в этот рік много снега выпало, набралось много воды. Но недавно сельские власти решили дополнить эти красоты свалкой. Людмила рассказывает, по проекту полигон должны разместить на самой высокой точке Павловки, у подножья будущей мусорной горы, зона отдыха и несколько родников. Проблема с утилизацией отходов и в Матусове, и в самой Павловке назрела уже давно, говорят местные жители. В собственной легальной свалке в селах никогда не было. Люди свозили отходы стихийно. В лесопосадках и на обочинах скопились тонны бутылок, пакетов и пластика. Это полностью заложено мусором, что его не видно, потому что он уже порез бурьяном, это уже годами складывается. Строительство свалки поддерживают жители обоих сел на большинство, в основном из Павловки, против ее размещения в зоне отдыха. Сельский голова уверяет, свалку оборудуют с соблюдением всех экологических норм, а отходы будут сортировать. Стекло, пластик и химию на полигон вывозить никто не будет. Жители Павловки в недоумении. Откуда взялись разрешительные документы? Говорят, первый проект местной власти готовили еще в 2009 году. И тогда экологи были против. Подтверждение показывают экспертизу. Державный инспектор с контролем за використанием охраны земель Меличенко заперет против размещения на ней сметезвалища. Жители Павловки пока с председателем компромиссу не пришли. Люди требуют найти другое место для свалки. В противном случае готовы препятствовать строительным работам. Станислав Кухарчук, Балтий Машенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.